Здравствуйте, друзья! Вы на канале Дом и Сад. Меня зовут Александра. Спасибо большое, что смотрите мой канал. Подписывайтесь, ставите лайки, пишите комментарии. Я очень признательна за это. В этом видео хочу рассказать о том, как ускорить созревание томатов на грядке, в открытом грунте или в теплице. Чем полить помидоры, чтобы они быстрее созрели или, как нам более привычно, покраснели. И что ускоряет созревание плодов помидоров. Зачем же ускорять созревание томатов? Очевидно, из-за того, что томаты южные, теплолюбивые растения. Они были адаптированы к выращиванию в более северных климатических зонах. И теперь мы имеем дело с проблемой. Иногда в плодах томатов, в наших географических широтах, из-за раннего наступления холодов, биохимические процессы просто не успевают закончиться. Почему так актуально ускорение созревания томатов? Причины лежат на поверхности. Чтобы все завязавшиеся плоды успели вызреть. Чтобы успеть собрать урожай до наступления холодов. Чтобы избежать фитофтороза, поражения плодов различными грибковыми заболеваниями, которые начинают поднимать голову, как только понижаются ночные температуры воздуха и становится прохладнее. Что сделать, чтобы томаты быстрее созрели? Какие приемы я применяю, чтобы ускорить созревание томатов? Первым делом обрезаю или подстригаю нижние листья под первой кистью томатов, как только плоды повелеют. Эта процедура позволяет остановить налив плодов нижней кисти и более интенсивно продолжить налив второй и последующих кистей, если речь идет о выращивании высокорослых томатов. Для низкорослых стоит лишь удалить нижние листья под каждой налившейся кистью, томаты на которой побелели, и процесс созревания будет близиться к концу. А еще можно прищипнуть верхушки побега в одностебельных растениях, оставляя только два листа над последней кистью, чтобы остановить рост куста. Так будет запущен механизм общего созревания всех завязанных кистей томатов. Кроме манипуляций с самим растением, я иногда, когда устанавливается прохладная осенняя погода, прибегаю к вне корневым подкормкам по листу, готовя комплексное минеральное удобрение своими руками из расчета 5 грамм азотного удобрения, например, аммиачной или калиевой селитры, 15 грамм фосфорного удобрения, например, суперфосфата, 45 грамм калийного удобрения, например, сульфата калия. Этот набор порций минеральных удобрений следует растворить в 10 литрах теплой воды и подкормить томаты по листу в первой половине дня. Также для ускорения укропнения созревания томатов используется органическое жидкое удобрение гумат калия с формулой НПК 5-10-15. Жидкий гумат калия – это концентрированное органическое минеральное удобрение на основе гумата калия, которое содержит целый комплекс макро- и микроэлементов. Повышенное содержание фосфора и калия ускоряет наливы созревания плодов, томаты укропнятся и начнут более быстро созревать. Вот схема вне корневой подкормки гуматом калия по листу. 20 мл удобрения растворить в 10 литрах воды и опрыскать томаты по листу. Этого количества водного раствора хватает на обработку примерно 1 сотки огорода. Также можно сделать и корневую подкормку томатов гуматом калия. Вот схема корневой подкормки для открытого грунта. 25 мл удобрения надо развести в 10 литрах воды и полить томаты под корень. Схема корневой подкормки гуматом калия для закрытого грунта выглядит так. 20 мл жидкого удобрения растворить в 10 литрах воды и тоже полить томаты под корень. Использование гумата калия повышает урожайность и сокращает сроки созревания плодов. Это результат воздействия таких макроэлементов, как фосфор и калий. Надо сказать, что гумат калия довольно дорогое удобрение. Есть более дешевые варианты, которые тоже могут ускорить наливы созревания томатов. Например, базовое минеральное удобрение калий-магнезия, калийно-магниевое удобрение. Вот его состав. Обычно это калийно-магниевое удобрение вносят при перекопке грунта, но в период созревания томатов его также можно использовать для внекорневых подкормок по листу. Схема такой подкормки выглядит так. 20 грамм удобрения следует развести в 10 литрах теплой воды и опрыскать томаты по листу в первой половине дня. На одну сотку понадобится примерно 5 литров рабочего раствора калий-магнезия. Теперь еще несколько слов о том, как ускорить созревание томатов, если надвигается холодная погода. Таким способом дозаривания пользовалась еще моя бабушка. Это поистине народное средство, которое основано на законах органической химии. Думаю, моя бабушка об этом даже и не догадывалась. Побелевшие плоды томатов можно снять с куста, а рядом с ними положить 1-2 зрелых плода помидоров. Такие помидоры выделяют особый газ, этилен, который ускоряет созревание еще незрелых томатов. Посмотрите, как работает зрелый помидор. Та часть зеленого томата, которая обращена к созревающему, тоже покраснела. И никакой магии. Только органическая химия, вернее химические процессы, которые происходят в плодах во время созревания. Ну и наконец вспомним о солнце. Конечно, именно солнце главный помощник в процессе созревания томатов. Чтобы оно помогло, надо осветлить кусты, убрать излишние листья, затеняющие плоды, и открыть доступ солнечного света к плодам. Так будет запущен биохимический процесс преобразования органических кислот, содержащихся в томате, в сахара, что является главным признаком созревания плодов. Хорошего урожая! И не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал и поделиться этим видео в соцсетях, чтобы как можно большее количество людей смогло его увидеть. Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!